Валентин Голубев Венгрия, Будапешт, сцена, на которой Борис Ельцин, Билл Квинтон, Назарбаев, Кушма, Лукашенко и английский был премьер Блэйр. Блэйр тогда был. Вот мы стоим. Мы, эти были ратифицированы же соглашения, выводится ядерное оружие и на Россию, США и Великобритания, Украине, Белоруссии и Казахстан, откуда было выведено ядерное оружие, предоставляются гарантии. И в этом прочитайте это соглашение неприкосновенности признания границ и прочее, прочее. То есть Крым официально в моем присутствии был признан территорией Украины. Это никто и не оспаривал. Но Кушма тогда поставил жесткий этот вопрос. Это все было включено. И я подписал этот документ. Что вы от меня сегодня хотите? Это второе. Третье, Алексей. О чем я уже начал публично говорить, поскольку руководство России, я президента здесь исключаю, потому что мы с ним договорились, он понимает. Ну, многие другие. А, вот там, вот Лукашенко, вот Беларусь заняла такую позицию. Я вынужден был публично сказать, слушайте, успокойтесь, думайте немножко дальше, глубже. Может вам пригодится в этом конфликте такая Беларусь с такой позицией? Скажите, Алексей, что изменится после того, как я вот сейчас в прямом эфире заявлю о том, что Крым наш или Крым российский? Что изменится? Ну, ничего, пошумят в России, это пройдет новостью вечером. А утром забудут, правда же? Забудут и говорить не в спасибо, не скажут. И не надо, дело не в спасибо. На Западе, ну, может, кто-то заметит. Еще где-то у нас народ подумает, ну, Лукашенко, ну, чего ты влез в это, столько времени прошло. В Украине скажут собака и плюнут в мою сторону. В результате что мы получим? Понимаете, надо немножко смотреть дальше, глубже в этих вопросах и пытаться в данном случае хотя бы меня понять. Ну, не могу я быть марионеткой. Подписал вчера один документ, а сегодня выскакиваю и начинаю кричать. Спасибо. 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 Спасибо.